Всем привет! Меня зовут Егор. Сегодня я вам расскажу, как мы выезжали из оккупированной территории. В моём случае мы выезжали из города Мелитополь. Как это всё происходило, потому что, ну, у меня их куча вопросов. Страшно-не страшно, как кто себя ведёт, как ведут себя военные, что проверяют, что делают, что трогают, что смотрят и так далее. И для начала я начну с цены. Стоило это 200 долларов. Если вы находитесь на оккупированных территориях, то вы, я думаю, примерно знаете цены и что сейчас это стоит дорого. Если у вас есть возможность ехать машиной, то есть такие колонны, которые берут 200 долларов с машиной. Допустим, если у вас там 4 человека или вы наберёте 4 человека, то, ну, согласитесь, с каждого скинуться по 50 долларов, это намного меньше, чем 200 долларов с человека. Бесплатно выехать почти нереально, только если у вас там есть какие-то знакомые, которые могут вас бесплатно к себе в машину посадить. Мелитополь, Токмак, Орехов, Запорожье. Вот такой у нас был маршрут. Мы проходили немного блокпостов российских. У нас было их вроде бы 10. Прошли мы их достаточно легко. Да, было, конечно, напряжно, особенно там первый маршрут. Но, сами понимаете, как бы страшно. На всех абсолютно блокпостах у нас спрашивали документы, как документы водителя, так и документы. Ну, всех, кто сидел. Как проверяли вещи? Лично у меня сумка лежала самая первая на самом виду в багажнике. И её просто вот так открыли карман. Вот, допустим. Вот этот, кстати, вот этот портфель у меня тоже был с собой. И его вообще не трогали. Он стоял тоже на виду. Его никто не открывал, вообще ничего не делал. Но, допустим, да, у меня была сумка. Её просто вот так вот открыли. Открыли карман. Вот так вот это полностью всё откинули. И посмотрели, что лежит сверху. Сверху у меня лежала камера. Они спросили, типа, там... Ну, в основном все спрашивали, что это такое? Видимо, они умеют читать. Не видят, что написано камера. Я говорю, камера и всё. Дальше вещи ни у кого из нас с машины не выворачивали. Это было лично вот, ну, у меня. Может, там у всех по-разному, как говорится. Но вот у нас было именно так. Вещи у нас не выворачивали, не доставали. Я как бы из-за этого положил всю технику на самый верх, чтобы, ну, они не лазили по сумке, чтобы это они всё не доставали. Если техника будет снизу, чтобы они просто сверху посмотрели, поняли, что это техника. Там дальше, допустим, рукой пощупали, что там мягкая вещь, и чтобы туда просто уже не лезли, чтобы они сумку всю не выворачивали, чтобы потом это всё не складывать. А сложить дороги, я вам скажу, это тяжёлая задача. И так было у всех. В основном, если честно, смотрели только мою сумку, потому что она лежала первая. Ещё я забыл вам сказать, что нужно, чтобы все ваши гаджеты, которые вы будете вывозить с собой, были у вас заряжены, и чтобы они включались. Потому что если на блокпостах ваши гаджеты, которые вы будете вести с собой, не будут включаться, то высокая вероятность, что их могут просто вас отобрать, и это могут быть минимальные последствия. Поэтому обязательно перед дорогой убедитесь, что вы зарядили всю технику, которую берёте с собой, ну, там, как там, фотоаппарат, ноутбук, телефон, и что она включается. Ещё нас выводили с машины. Ну, попросите, типа, выйти. Ну, не, пожалуйста, выйдите, а выйдите. В доказательном тоне. Выйдите с машины и покажите спины и плечи. То есть смотрели нас на наличие татуировок, каких-то там военных или татуировок азовцев. Ну, просто вышел, показал, и всё. Они посмотрели, ничего нету, типа, всё, садись в машину. Ещё смотрели телефоны. У нас говорили, типа, дайте свои все сенсорные телефоны. Мы давали телефоны. Ну, они брали и просто полистали. Наши телефоны, в основном, как на моём телефоне, я видел, что они лазили в галереи у меня. И всё. У меня больше нигде не лазили. Ни в каких соцсетях нигде не лазили. Вам нужно почистить телефон от всего проукраинского. Самое главное – это ваши все переписки, касаемые политики, мемы, видео, фотографии и скридшоты. Ещё я забыл сказать, что они проверяют, смотрят вашу историю браузера и вашу историю в Ютубе, какие видео вы смотрите. Поэтому желательно, чтобы перед поездкой вы очистили всю историю. А лучше просто выйдите из своих аккаунтов в своих браузерах, там, в Гугле, в Ютубе. И всё. Из соцсетей я удалил Телеграм, я удалил Вайбер. Оставил Инстаграм. У меня есть второй аккаунт. Я когда-то фотографировал, и у меня там есть фотографии. Мало ли, вдруг они попросят, типа, зайти в институт, там, показатель, там, в какую-то соцсеть. Ну, и что показать, типа, вот я фоткаю и так далее. Ну, и тем более, я могу это легко оправдать, что я фотограф. Вот, смотрите, у меня камера, аккаунт с работами и всё. Но можете вообще удалить всё, чтобы они вас не трогали. Или уточняйте у своих водителей, или у тех, кто вас везёт, или у тех, вот, кому вы в конвой прибиваетесь, кому вы там звоните, узнаваете за цену. Уточняйте эту информацию у них. В остальном мы проехали нормально. Ещё некоторые переживают защищенцев. Мы проехали их нормально, потому что у нас водитель был сам мусульманин, он сам то ли чеченец, то ли я не знаю. Ну, короче, этих корней, и они как-то к нему нормально, лояльно относились, и они нас из-за этого вообще не трогали, не кошмарили, вообще ничего не было. Если что, ищите водителя, наверное, мусульманских корней. И всё, в принципе, у нас ещё там ДНРовцы были на постах, были чеченцы, и были ещё какие-то буряты. Мы, в принципе, всех блокпосты проехали нормально. У нас не было никаких происшествий. Единственное, что вот было, это когда мы приехали на блокпосту и стояла там колонна, да, то некоторые люди, короче, они выходили с машин и что-то бродили на этих блокпостах. Такого делать не надо. Во-первых, если вы шаритесь, то вас могут развернуть просто, и всё, и вы поедете обратно домой. Они, ну, стреляли в воздух, и посадили человек обратно в свои тачки, и развернули их, и поехали обратно домой на полпути. Ведите себя спокойно, отвечайте на вопросы коротко и ясно, не давайте какой-то там лишней информации, лишней воды. Вас спрашивают, служил? Нет. Почему? Негоден. А что такое там? Спина, что-то там ещё. Если вас там как-то подшутят над вами, как-то там вас подколят, то не реагируйте на это. У нас не забрали никаких вещей. Мы не давали им сигареты, ничего. За это, скажем так, договариваются те, кому мы платим. Ну, в принципе, всё. Потом, когда мы проехали русских, и уже как бы увидели наших украинцев, то как бы ты ощущаешь себя в безопасности, и, знаете, нет вот этого чувства, что если ты там как-то не так рыпнешь, сейчас тебя там пристрелят, побьют, что-то заберут. Всё было нормально, дальше мы спокойно уже доехали до Запорожья. Запорожье, лично я уехал на Киев, и, наверное, буду дальше, может, снимать какие-то видосы таким же, скажем так, переселенцам, беженцам, или как это там сейчас называется, как и я, и помогать какой-то информацией. Может, кому-то это будет интересно. Если вы думаете ехать или нет, то, я думаю, наверное, скорее всего, всё-таки ехать, потому что, ну, вот здесь, дома, да, ну, как в Украине, Мелитовале тоже, конечно, Украина, но пока там сидят эти пидорасы. Не знаю, как у вас, но у меня вот это давит всё-таки на тебя, ощущение, что ты, ну, не в безопасности, потому что, особенно вот после того, что случилось в Буче, честно, я когда, ну, по городу уж, наверное, выходите, да, хрен его знает, что там у них в башке стрельнет, и что они начнут творить, и я там... Я не знаю, мне вот, на меня лично это напрягало, мне стрёмно, поэтому я принял решение уехать. У меня здесь нет ничего там, у меня там денег, херня вообще, там, 100 баксов, всё, я уехал. Ну, остался пока у знакомых, и вот ещё работа. Поэтому, если вы не можете, если вас на это давит, и, ну, вы можете принять это решение, то, наверное, лучше уезжайте, потому что вот в Киеве, я ощущаю себя спокойно, это прекрасно. Поэтому решайте, думайте, вот, я поделился информацией для тех, кто хочет уехать. Всё остальное тоже расскажу, там можно оформить и пособие, получить какие-то деньги, питание и одежду. Хорошей вам дороги, и берегите себя. Пока.